Поднять покрышку колеса от КАМАЗа нелегко даже сильным мужчинам. Ноги забиваются, руки забиваются. Мы готовимся всегда к этому. Помимо этих мы ездим на соревнования, где нужно на высотки залазить. Это для поддержания физической формы, поскольку на пожаре в любом случае будут большие нагрузки. И для этого нужно готовиться. Вот мы и готовимся. Спасателям 15-го отряда необходимо было перенести два 25-килограммовых снаряда, проложить магистральную линию методом «восьмерка», поднять штанги весом 15-20 килограммов. А также перенести на плече имитатор пострадавшего весом 40 килограммов. В обеих руках мы несем груз порядка 30 килограммов в каждой руке. Ну, если так прикинуть, то это составляет примерно две трети веса, то есть уже достаточно тяжелая нагрузка. Ноги поднять уж очень тяжело. Огнеборцы передавали эстафетную палочку своим коллегам, что, по мнению начальника караула Павла Якубовского, сближает коллектив и учит правильно работать в команде. А это очень важно в работе пожарного. Сплочение коллектива – это в первую очередь, потому что ты должен быть уверен в том, кто идет у тебя за спиной, в этом человеке. То есть это работа, как говорят, настоящих мужчин. Здесь один в поле не воин, вот тут это конкретно подходит под это. То есть здесь должен работать коллектив, отделение, караул. То есть люди должны понимать друг друга с полуслова до полувзгляда. Участники соревнований выступали в боевой одежде, дыхательных аппаратах, что усложняло задачу участникам и приближало организаторов к цели – проверить физическую готовность личного состава к действиям в случае чрезвычайной ситуации. Давай, 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 давай. Наиболее сложный, показалось, что пятый этап наиболее сложный, потому что один человек выполняет, и необходимо тащить груз. Плюс еще дыхательный аппарат тоже дает свою нагрузку. Четвертый караул справился с эстафетой за 9 минут 34 секунды. Третий за 9 минут и 8 секунд. Победители станут известны только через месяц, когда на вахту заступят первый и второй караулы.